Для тех, кто подошел чуть позже, я еще раз представлюсь. Меня зовут Алексей. Я представляю компанию Evercity, которая занимается поддержкой экосистемы умных городов. Но мы не только об умных городах говорим, а говорим еще об устойчивых городах. Мы считаем, что никакой город не может быть умным. Сколько бы ты город не напичкал цифровой начинкой, сколько бы там не было миллионов дронов, все равно такой город не станет удобным, комфортным и приятным для человека. И люди из него, наверное, со временем убегут. О чем, кстати, говорят примеры умных городов, которые были построены с нуля. Например, корейского города Сонгдол, который признан, несмотря на то, что на него были потрачены какие-то миллиарды, уже построено, по-моему, 8% этого города, но признан этот проект не очень-то удачным. Потому что люди почему-то не пользовались, не пользуются всеми этими умными фишками. Значит, им нужно здесь что-то другое. И вот с 2011 года мы как раз занимались устойчивым развитием, разработкой стратегии устойчивого развития для бизнеса и регионов России. Это такая концепция, если вы не знаете, она принята была ООН. И в рамках нее в 2015 году одновременно с Парижским климатическим соглашением были приняты цели устойчивого развития. То есть это некие цели, которые человечество признает для себя абсолютно приоритетными. И каждая страна под ними подписалась так же, как и Россия. И, конечно, экологический кризис, который проявляется в сфере отходов, мы видим, сколько за последний год было скандалов в этой области. Потому что уже отходы негде в России складывают. Это большая проблема. Вы, наверное, слышали про то, что океан засорен отходами. И уже 60% рыбы содержат маленькие частички пластика. И они уже начинают их доктора находить уже и в люди. Также их проблема с климатом. Вот только что наш коллега Иван был на Мальдивах. Приехал и сказал, что уже кораллов там нет на Мальдивах. Уже все куда-то пропало. И рыбок уже меньше. А те, кто, может быть, был в 90-х, они скажут, наверное, что там были кораллы всех цветов радуги. Все это происходит из-за потепления океанской воды, из-за поднятия уровня мирового океана. И это на самом деле, параллельно с технологиями индустрии 4.0, параллельно с умным городом, тема устойчивого развития и технологий, которые позволяют достигать цели устойчивого развития, она в мире на подъеме. Это безусловный тренд, о котором в России вообще практически не говорят, вот кроме Евгения Кузнецова, там еще нескольких ярких спикеров. И вот здесь я вам предлагаю посмотреть на этот график. Вы видите, что в последние годы это что-то растет. Этот график, он отображает финансовые потоки, которые направляются в технологии для устойчивого развития, для борьбы с проблемой отходов, для повышения энергоэффективности, для возобновляемых источников энергии. То есть, самые развитые страны, они придумали не просто там налоги собирать и куда-то там в бюджет отправлять эти деньги, потом как там экологический ущерб от предприятий компенсировать. Нет, они создают вот те самые экономические механизмы, рыночные механизмы, о которых говорил Сергей, но и также создают специальные финансовые инструменты, которые направлены на финансирование вот такой вот экологической инфраструктуры. И в это активно все включаются не только развитые страны, но и Китай, например, которая запустилась, а крупнейший рынок выбросов парниковых газов в мире в этом году. И вот здесь график роста зеленых облигаций, это целевой займ на финансирование экологической инфраструктуры. это самый быстрорастущий сейчас финансовый инструмент. Вряд ли покажется, да? Может быть, как-то можно в любую версию включить? Сликер возьми. Сейчас, секунду. Нет, Сергей, может, у которого не будет. Ну, а сликера... Я же в первую версию поставил. Можно сликнуть? В 2016 году совместно с Сергеем, совместно с коллегами, которые занимались еще киотским протоколом, механизмами климатического финансирования, появилась такая идея применить технологию распределенного реестра и умных контрактов для рынка зеленых финансов. В России этот рынок неизвестен, он не запущен, но в мире, как вы уже видели на графиках, он переживает огромный и бурный рост. Вот это, безусловно, колоссальный тренд. При этом мы поняли, что на этом рынке есть проблема. Проблема заключается в том, что зеленые финансы, они приравнены к... привязаны к тем эффектам экологическим, которые эти инвестиции приносят. То есть позитивный этот эффект или негативный эффект. То есть это увеличение выбросов парниковых газов или каких-то других вредных веществ или, наоборот, их уменьшение. И вот это уменьшение, специалисты из Мирового банка, из всяких хэдж-фондов, инвестиционных фондов, они додумались его измерять. Аудитор потом заверяет, насколько эти измерения были правильно сделаны. И потом выпускаются такие финансовые деривативы, производные ценные бумаги, приравненные к экологическому эффекту, позитивному или негативному. А дальше уже государства, разные страны, Европа, Америка, Азия, Китай, они уже создают рыночный механизм с этими инструментами. Но главная цель их это финансирование зеленых проектов. И вот мы поняли, что блокчейн и умные контракты отлично здесь применяются, потому что исключается возможность обмана, мошенничества, повышается прозрачность. То, о чем Алишер говорил, это прозрачность цепочки поставок. То есть можно, покупая эту зеленую бумагу, отследить, из какого проекта она появилась, как конкретно было осуществлено снижение экологического воздействия, кто реализовал проект, какая там документация, ну и так далее. Потому что до этого были проблемы. В частности, международное сообщество обвиняло Россию в том, что она там что-то намухлевала с киосским протоколом, ну и Украина. Но это на самом деле случай не уникальный. Вот блокчейн позволяет эту проблему решить и автоматизировать тоже эту ситуацию, этот рынок, сделать так, чтобы более широкий круг инвесторов, людей получил возможность инвестировать в экологические проекты. И на самом деле эта идея произвела такой, ну по-хорошему, фурор, да, эффект очень мощный. После того, как мы спустили эту систему, провели первую транзакцию с экологическими финансами в блокчейне. Оказалось, что это первая вообще транзакция с экологическими финансами в мире. И нас тут же пригласил мировой банк на конференцию. Потом пригласили в ООН на всемирную климатическую конференцию в Бонне в прошлом году. Здесь нас также поддержал Александр Иванович Бедрицкий, он был советником президента по вопросам климата, но сейчас он уже, так сказать, в отставке от другой человека. Вот. И эта система, эта платформа, она позволяет оптимизировать, сделать более эффективным и прозрачным выпуск всего многообразия зеленых финансовых инструментов. Специально были разработаны такие умные контракты, специально таким образом разработана была архитектура системы, чтобы те игроки этих рынков могли пользоваться функциями, которыми они пользуются там в своей обычной работе, но в блокчейне с большей надежностью и прозрачностью и эффективностью. Вот. Соответственно, система, она очень гибкая, она тоже на открытом коде, и она позволяет перенести в блокчейн различные финансовые зеленые программы, там вот маленькие, какие-то локальные, до региональных, национальных, и даже вот наши коллеги сделали предложение по переводу парижского соглашения на блокчейн. И, между прочим, это предложение там рассматривается в ООН, и там уже очень активная работа ведется по внедрению блокчейна и в парижское соглашение и во многие другие механизмы зеленого финансирования. Ну, поскольку вот эта первая транзакция, она в 2017 году прошла, то сейчас уже появилось немножко больше этих транзакций, немножко больше примеров. Вот первая углеродная единица на блокчейне в мире, которые были размещены и проданы, они были от проекта солнечной электростанции на Маврикии. Вот. И покупка этих углеродных единиц, она заверялась уже аудитором, и она была трансграничной. То есть, мы выступили покупателем от имени фонда русских углеродных. В том, выступил французский трейдер, который инвестировал вот в этот проект по солнечной энергии. В России тоже нашлось небольшое применение. Мы выпустили посткиотские углеродные единицы, то есть, это результаты проектов энергоэффективности промышленных на блокчейне. К сожалению, в России рынка нет, спроса от государства на эти инструменты нет, и мы пытались их продать чемпионатам по футболу. Но, к сожалению, там выбрали какие-то другие углеродные единицы проектов по лесовосстановлению там в Южной Америке. Но ничего страшного. Очень интересный юзкейс, который всем понравился на климатических переговорах, сейчас он реализуется в Чили, это соединение блокчейна, умных датчиков интернетных вещей и программы по климатическому финансированию. То есть, зачем это нужно? Представьте, удаленные деревеньки в горах Чили, фермеры ставят себе в рамках специальной программы солнечные модули на крышу, начинают вырабатывать возобновляемую энергию, от сети они отключаются, и система им сама пересчитывает, сколько выбросов парниковых газов они сократили по отношению потребления энергии из сети. И начисляет им автоматически углеродные единицы в виде токенов, которые они потом опять же могут отменять либо в рамках этой программы, либо найти другого покупателя. В основном, если государственного рынка нет, то покупателем являются международные компании, которые сами перед собой, перед всем миром, ООН, объявляют о том, что они хотят быть зелеными, экологичными и потреблять, например, зеленую энергию. И таких компаний очень-очень много. Сейчас я вам на следующем слайде покажу. И они не обязательно потребляют зеленую энергию, инвестируя в создание солнечной электростанции, для метропарка. Для них абсолютно нормальным является покупка социальных финансовых инструментов, которые называются зеленые сертификаты. Что это такое? Это сертификат соответствия, вот как был пост, это сертификат соответствия того, что 1 мегаватт электрической энергии был выработан из возобновляемых источников энергии. и рынок этих сертификатов он уже очень развит, он работает более 10 лет в разных странах мира, в Америке, в Европе, вот здесь перечислены все эти страны, примерно там, да, сколько, 24 страны, еще 16, еще есть другие страны мира. Это объем выпуска сертификатов возобновляемой энергии только по самому известному международному европейскому стандарту. И о чем это опять же говорит? Что есть спрос, что есть покупатели этих сертификатов, что они хотят покупать сертификаты, потому что переходят, хотят подтвердить свой переход на возобновляемую энергию. Вот здесь вы видите логотипы этих компаний. Это самые крупные компании, все мейджеры, все мультинешнл компании, которые присутствуют сейчас у нас на рынке в России. И сложилась уникальная ситуация. Эти компании уже к 2020 году, они должны по всему миру на 30, на 50, на 70 процентов полностью перейти на возобновляемую энергию. И для этого они готовы покупать сертификаты. Но в России никакой такой возможности к сожалению пока нет. Но они не просто готовы покупать какие-то сертификаты, конечно, они хотят удостовериться, что сертификаты произошли из верифицированного источника проекта, что они были посчитаны и заверены по стандарту. И вот как раз для этого наша блокчейн-платформа является идеальным юзкейсом, идеальным применением. И несмотря на то, что у нас сейчас есть применение в Чили, в Канаде, в Швейцарии, еще в нескольких странах, мы работаем с партнерами из этих стран. В России самое явное применение для этой блокчейн-платформы это инфраструктура для рынка зеленых сертификатов. И вот здесь у нас присутствует коллегия из компаний, которые производят солнечную энергию. Надеюсь, что будут присутствовать еще и коллеги из Совета рынка электроэнергии. Вот мы вместе эту тему обсуждаем и надеюсь, что обсуждение на площадке ОСИ тоже поможет как-то эту тему развивать дальше. Потому что уникальный случай, когда готов и спрос, готовые предложения компании, готовые продавать свои сертификаты, готовые инфраструктуры, которые могут позволить, как у нас любят, не просто догнать Америку, а перегнать сразу Америку. Потому что пока что на блокчейне никто углеродные сертификаты не продает. Мы можем создать такую систему, предпосылки для этого есть. Нужно менять законодательство в плане нормативных актов. Но надеюсь, что все-таки зов технологий, зов рынка усилится и мы сможем все-таки запустить в России не только торговлю зелеными сертификатами, но и рынок зеленых финансов, о котором говорят уже около 10 лет в России в высоких кабинетах, но так и не могут запустить. И вот здесь у нас с вами есть уникальная возможность. В этом году нас тоже пригласили на всемирную климатическую конференцию, она будет в Польше. там мы будем представлять свои результаты и в том числе надеюсь, что и сингапурский кейс, который тоже является результатом взаимодействия проектов из нашей экосистемы. Вот, поэтому наверное про зеленые финансы на сегодня все. Я думаю, мы сможем обсудить, если кому-то эта тема интересна, мы сможем обсудить с коллегами о том, например, что делать дальше и как это дальше двигать. Поэтому я наверное передам буквально на две минуты слово Светлане Эркеновой из Юнида. Она попросила тоже сказать пару слов. И сразу после этого мы переходим уже к демонстрации тех решений, о которых мы сегодня говорили. Вы сможете посмотреть видео и комментарии, как это все реализуется в реальной жизни. Спасибо за субтитры!